Знакомьтесь заново, бантик. Ну что, девочки, ну смотрите, какой мальчик, лапочка. Я немножко в легком шоке таком. Идем с Дэней в садик. На улице прохладно. Вот олимпичку одела. Девочки мои, а еще вопрос, те, кто помнят, вопрос с тем, что ломились камни в дверь, да, пытались открыть. Сейчас я иду в управляющую компанию, посмотрим, что они мне скажут. Крошечки мои, решила завтрак новый сделать. Смотрите, вот купила я ремесленный овсяной вот такой вот лаваш. Он очень мягкий, классный, свежий. Намажу сейчас его вот этот сыр твороженой зеленью. Здесь у меня в собственном соку натуральный тунец. Я пробовала похожее, что-то заказывала во вкус. Еще добавлю туда листик салата. Мне кажется, получится очень даже. Посмотрю, может быть, что-то еще добавлю, вам скажу. В общем, смотрите, вот такая вот получилась. Я намазала весь лаваш вот этой вот штукой, сыр творожный зеленью. Наполовинку положила тунец наш. Помидорчики решила еще добавить. Больше у меня ничего такого нет, что могло бы сочетаться, наверное, с рыбкой. Еще напишите в комментариях, что бы вы еще могли сюда положить, с чем рыбка сочетается. Сейчас я все это дело заверну и попробую. Разрезала напополам. Смотрите, какой рулетик внутри красивый. Ну что, по мне так очень вкусно. Я бы сюда еще что-нибудь добавила, но что не могу понять. Но очень нежный, вкусный завтрак. Так, второй решилась запечь вот здесь мультипека. И поставила вот такие вот насадочки. Чуть-чуть вот его, знаете, как бы придавлю. Главное, чтобы сок не вытек. Открываем. Ой, ты красота какая. Сейчас так попробую. Так, пробуем горячий бутербродик и говорю, какой вкуснее. Горячий тоже вкусный. Прям даже не скажу, какой вкуснее. Этот просто хрустященький и такой тепленький получился. Классно. Вот, поэтому, если у вас есть такой мультипекарь, то можете тоже так сделать, вкусно будет. А если нет, то и без подогрева тоже вкусно. Такая вот идея для завтрака новая. Девочки, Бониту выпустила. Бонита ходит здесь такая вот, смотрит, что-то ищет. Да? А Милка, смотрите, вот она Милка у нас тут вот села. Уши нахухлила, морду нахухлила. Сидит. Но не рычит. И даже мягко моргает. Это, ну, как бы, когда она так мягко моргает, уже у нас был с ней скандал как-то. Она бывает рычит, шипит, но смотрит мне в глаза и медленно моргает. Как бы я понимаю ее одобрение. И такое ощущение, что она сама не рада тому, что испытывает какие-то ощущения. И как бы дает знак, что она все равно любит. Вот, Бонита делает просто опасный трюк, запрыгивает на диван. Бонита. Мила просто наблюдает пока что. Злобно. Тепло же. О, тебе и камера нравится, да? И девочка нравится тебе. Милка ревнует. Может, не будем ее дразнить? Иди походи пока просто по квартире. А я, когда буду уходить, я у вас разные комнаты заведу. Точнее, тебя в детской оставлю. Все, там Милка что-то вообще исходит. Видите, недобро смотрит. Милка недобро смотрит. Не будем ее дразнить, ладно? Ладно, Коз. Мурчалка моя. Ты хорош. Моя кошка, Милка. Я же сегодня тебя все утро целовала. Ладно, все. Хватит нежности. Музыку сюда надо вставить. Мила, смотри, Боня хочет с тобой знакомиться. Она пришла и вот хочет с тобой знакомиться. Тихо. Боня. Бонечка, давай не будем, Мил. Все, не надо. Иди. Не надо. Все, Милочку не трогай. Походи пока. Она привыкнет к тебе. Подружитесь обязательно. Не расстраивайся. Пусть она там сидит, шипит сама с собой. Пришли ветеринарную. И встретили, кстати, здесь еще одного котика. Это у нас британец, похоже. Британка. Потому что точь-в-точь просто одинаковые. Уши одинаковые. Прям все. Только тот пополнее чуть-чуть, потому что ел, видимо. А наша гуляла где-то и не ела. Но она поправится, я думаю, быстро. Милка поправляется. Она от того, что худая, у нее живот вниз растет. А у этого, этот будет шире расти. Будет здоровый, широкий. Почему-то мне все время этот, этот пацан. Ну, немножко похож на пацана. Вот. Ну, девочка вроде. Сейчас я еще раз уточню, девочка это или нет. Так, привезли кошечку. Кстати, что по ушам скажете, это не клеща. То я помню, у меня давно-давно была кот. Сейчас пока нет, я посмотрю еще отоскопом пока. Так, в принципе, у... Просто грязные, да? Луки чисты, но посмотрю еще вовнутрь. Угу. Посматриваем. Девочки, ну что, это кот. А вот чуйка была же, кот, что кот. И все время называю его котом. Вот я вам до этого говорила, да, что как-то мужским уродом хочется назвать его. Кот. Я на самом деле счастлива, что котик. Так что придем домой, будет потом новое знакомство. Денька обрадуется. Ну что, мои хорошие, знакомьтесь заново. Бантик. Мальчик. Уже кастрированный. Где-то ему, но она говорит, не больше... Ну, мы написали два, в общем, в среднем где-то взяли. Говорит, ну где-то года два. Плюс-минус точно сложно сказать. Зубы все хорошие, целенькие. Ушки не воспаленные. Никакие лимфоузлы, ничего нигде не воспаленные. Все хорошо. Говорит, хорошо, что вы их проглестили и сделали... Как это называется? Отблох, да? Ну, говорит, лучше, чтобы день прошел хотя бы разница. Ну, то есть проглесить в один день, а в другой там день сделать отблох. Вот. Но я не знала, поэтому сделала все в один день. Мне как бы говорили, да? Но я почему-то подумала, что это фигня. Она говорит, ну, лучше подождать. Ну, так ничего страшного. Ушки ей почистили... Ей. Ушки ему почистили. Бантик, уже надо привыкнуть. Я уже к тебе как к девочке привыкала, понимаешь? А ты мальчик оказался, лапчик. Вот. Сейчас, в общем, оставлю его в комнате. Все-таки отдельно не буду еще пока с Милкой. Милка уже не так на него шипит, рычит. Мы уже вместе их гладили. Каждый раз... Вот она Милка. Видите, уже спокойно чуть-чуть. Когда бантик появляется, я ей даю сладенькое. То есть она вот как бы подкрепляет вид его сладенькое, ее любимой едой. Вот. В общем-то, через неделю записала их обоих на... Обеих обоих. Я их обоих. Так, его и ее записала на вакцинацию. Что значит женская чуйка? Понимаете? Мальчик. Денька будет рад, потому что он сразу, когда увидел его, он говорит, бантик, бантик. Я не знаю почему. Кто у нас бантик? У нас есть бантик? А как нашего зовут? Нашего бантик зовут? Виталика которого. И по породе она сказала, что похожа на голубую русскую еще. То есть голубая русская или британец. Был рядышком британец. Тоже мальчик. Один в один. Прямо мы доставили. Она говорит, ой, смотри, в один в один. Так что вот какая-то из этих пород. Но я думаю, что это даже не смесь, а стопроцентная. Либо британец, либо голубая. Надо узнать, чем они отличаются. Потому что я вижу, лапы массивные такие, морда все, зеленые, глаза. Я не вижу никакой смеси. Если только смешали голубую русскую с британцем. Только так. Ну, ничего дворового даже здесь не вижу. Ну, что, мой сладкий мальчик. Пошли. Кстати, на такси перебираться вообще неудобно. Вот. Поэтому я надеюсь, что через неделю, к тому, как надо будет их везти, мы уже их повезем не на такси, а на машине. Вот. Что еще хотела сказать? Забыла. Ну, что, еще одна моя короночка. На ужин будет сегодня у меня тариотели с креветкой в сливочном соусе. Добавили 200 грамм сливок 10%. Добавила итальянские травы, посолила. Ну, в принципе, и все. А, и еще я добавила два вот таких треугольничка сыра плавленого, сливочного. Вот. Это для вкусности. Все, чуть-чуть покипит сейчас 3-5 минуточек. На медленном огонечке, это даже сейчас сильно у нас. И готово. А там тариотели доготавливаются. Все, быстро и очень вкусно, как в лучших ресторанах. Все, ужин готов. Приступаем. Деньке просто макарошечки положила с сыром. Приступаем. И кто у меня тут? Бант. Бант, ты что, ко мне пришел? Бантюля. Бантюля пришел. Кстати, уже попроще. Милка реагирует, уже не шипит. Так, уже может ходить мимо. Чистенький мальчик наш. Мальчик наш чистенький такой, чистенький малышушка. Мы ложимся спать. Бантик у нас. Все, они уже, это, кстати, бантик с Милой. Да, Милка пошипывает иногда, но бантик на нее не реагирует. Немножко там было тоже сегодня днем, но уже двери сегодня открыты целый день. Конечно, когда мы уходим, мы бантика оставляем здесь в комнате. Здесь бантик. Бантик, да. Бантика здесь оставляем. А Милка ходит по квартире, все-таки хозяйка, привилегия, да? Но когда мы приходим, у нас все открыто, и они уже не в разных комнатах. Бантика пожалели, и Милу пожалели. Сейчас Мила нуждается больше в пожалелках. Короче, здесь банк спит с Денькой, вот, а Милка спит со мной потом. Сейчас я уложу Денечку, и все, и потом, о, улегся уже. И потом пойду к себе, и Милочка в ножки ко мне ляжет, понимая, что она моя кошечка родная. Все, ложимся, споко ночь. Доброе утро. Сегодня у Милки была стрессовая ночь вообще. Сегодня она ни с мамой не спала, ни с Деньей не спала. А так, а где наш, кстати, Пух спал? Тоже, он тоже не с нами спал. Короче, они где-то шарились вдвоем с нашим мальчиком Бантиком. Чуть пошипели. А, Бант лежал с Денькой сначала, во. Короче, он ее выгнал, прикиньте. Я не стала закрывать двери, обычно в спальню я закрываю двери, Бант там с Денькой, потом я ухожу, дверь закрываю в спальню к Деньке, и все. В этот раз такая дума, блин, ну надо им уже привыкать. Пусть она там ходит, нюхает, принюхивает, пусть пошипят. Точнее, Мила шипит. Бант не шипит. Бант вообще просто танк. Короче, заходит она в спальню. Она там что-то мяу-мяу-мяу-мяу. Когда спальня закрыта, она всегда мяукает. Я ее пускаю, она залазит к нам ложиться. Ко мне, точнее. Я открываю спальню, она заходит, видит Банта на кровати. Бант посреди кровати лежал там с Денькой спал. Он встает на краешке кровати, она напротив него, начинает на него шипеть. Шипит, шипит, шипит. Он на краешку такой сел, просто такой. Она взяла и попятилась назад. Ушла. Думаю, так, прогнал. Про тебя рассказывай, жопка моя девочка, моя кошечка. Да, про тебя рассказывай. Короче, ушла. Такая, думаю, ну ладно, пусть отвоевывают свою территорию, делят территории, пусть спальня будет его. Я изначально его туда заэтывала, там и Денька там бантик-бантик, да. Думаю, а ее пусть будет спальня и все остальное, как хозяйка. В итоге, короче, все, мы заснули с Денькой, то-се. Все, я встала потом, бан за мной, опять начинает шипение, опять пошел он в спальню со мной, лег, мило заходит, бан в спальню. Опять что-то они шипят, то и все, но я, короче, его с кровати убрала. Типа, идите, я говорю, там разбирайтесь, тут не надо. Вот, ну не стала как бы конкретно кого-то делить, убирать, в общем, обоих их туда. И в итоге никто не спал сегодня с нами, ни с День, ни со мной, просто они вот где-то здесь тусовались, где-то здесь спали. Но сам факт, а, нет, короче, не помню уже, просто я металась, Денька под утро меня позвала, я, короче, металась туда-сюда. Ну, в общем, они немного ладят, мило на него не кидается, она просто шипит, шипит, как змея, вот, и рычит. А он нет, он, если что, ляжет вот так вот и все, и ничего не делает. Он себя чувствует вообще как дома, нормально. Деньку в садик отдала, сейчас по дороге купила слоечку, слопала уже, пью кофе, видео выпустила. В общем, сейчас буду думать, чем заниматься на день, такие дела. А кто это у нас тут кушает? Бантик, мальчик, зайчик. Он ест только сухой корм, и нашей милочке повезло, что он вообще не ест ее любимый мягкий корм. За это она должна его благодарить. Она два дня уже по две порции ест. Вообще кот был приучен точно к еде холодильника, потому что каждый раз открывается холодильник, он скачет, где бы он ни был к холодильнику, это раз. Второй момент, когда только я его встретила, у нас была самса, вы понимаете, да, что это курица, это жареное там печеное тесто, и он все слопал, как бы, ну, не всю самсу, конечно, но все, что мы ему давали, он как бы слопал. В общем, мои хорошие, сегодня день вообще начинается сумасшедший. У меня, я нашла котенка, снова породистый, невероятного цвета, маленький котеночек, вот, его надо, короче, отмыть, отблох, там все дела, но я его пока возьму, но вообще его планирую в хорошие руки отдавать. Сейчас пошла быстро делать ногти, записалась в салон, честно, не очень довольна. Ну, девочка новенька, как бы видно, что она только начала этим заниматься, ногти такие толстые, еще у меня сломался ноготь, мне пришлось все обрезать, как бы, под корень почти, форму чутка поменяла. И, короче, я опаздываю, у меня ресницы еще, я не успеваю кота отмыть сейчас, вот он у меня со мной, вы понимаете, я пошла домой, быстро взяла переноску, потому что он блохастый, я только своих отблох сделала. Короче, я не знаю, сейчас я бегу домой, я голодная, и уже надо выезжать, бежать, и кота не оставишь с моими, это кот. Вот, короче, я не знаю, что я сейчас буду делать, сейчас по дороге я расскажу, бегу, опаздываю. Еще, смотрите, сегодня достала вот этот вот стакан, Кристин, который мне давал, представляете, вот все, она в посудомойке начала вот так портиться. Но я заказала два стакана вроде еще, вот один из них я Кристине отдам. Скорее всего, именно вот этой же фирмы, только белый, так жалко, если честно. Так, девочки, оставила ребенка маленького дома в комнате, в общем-то, чтобы никого туда, ну, никто туда к нему не заходил, не мешал. Сейчас быстро на ресницы, решила сделать ламинирование ресниц, окрашивание вместо наращивания, ну, чтобы, блин, не краситься и красивое быть. В общем, ищу сейчас это местечко, где оно, не знаю, первый раз сюда иду. Все, девочки, пришла на реснички, в общем, ламинирование, ламинирование хочу и окрашивание, вот. Можно даже еще, знаете, что, окрасить немножечко, вот как бы, знаете, краской сделать полосочку. Я не против, она все равно смывается, а эффект как будто татуевка такая. Лучше краску не оставлять на коже, потому что, если мы оставляем краску на коже, может, в процессе выйти в аллергическую реакцию, чтобы для вашего здоровья, это все-таки вымывается полностью до чиста, чтобы осталось только на ресничках. Это именно, от этого зависит ваше здоровье. Делайте это профессионально. Все, девоньки мои, я вышла, смотрите, вообще налюбоваться не могу. Так красиво сделали глаза, как будто, знаете, такое натуральное наращивание. Так это быстрее, час всего ушел. Ну, мне кажется, даже меньше, мне кажется, я легла и минут 30-40 прошло, вот. Ну, в общем-то, час занимает эта вся процедура. Там сделали мне ламинирование, подкрутили их, покрасили, ботокс сделали, витаминизировали. Все, выхожу, красоточка. Посмотрим, сколько будет держаться. Хорошая студия, хорошая девушка делала, все быстро. Она даже в чемпионатах каких-то участвовала, классно. Оставлю, если что, ссылочку на нее, на ее инстаграм, под видео, под этим. Сейчас покажу такси, на такси, вообще, конечно, крайне неудобно ездить. Она, кстати, вроде быстро подъезжает. Ой, с машиной. Че с машиной? С машиной пока ничего не нравится. Пока присматриваем. Плюс у меня еще дела, у меня не столько много времени ходить, смотреть машины, если честно. Поэтому вот сегодня просто совсем другие были планы. Но я думаю, надо снять видео. Ноготь обломанный, надо пойти быстро сделать. Пошла, сделала. Все это дело затянулось. Котенка по дороге нашла. Его надо отмыть. Не успеваю на ресницы. Вот сейчас ресницы сделала. Сейчас еду домой. Сейчас надо сначала котенка помыть. Сейчас по дороге надо купить от глистов и от блох средства. Помыть его. Все это напшикать. За этого тела. Пусть вычухивается ребенок пока. Потом себя в порядок привести. Голову надо помыть. Я же все утром собирался сделать. Не успела. И еще видео успеет сегодня снять. Я боюсь, что время на самом деле уже не позволит мне видео снять. Конечно, три часа сейчас. Когда видео снимать? А я должна уже их снять. Фу, блин. Уже потом за малым надо будет ехать. Трындец. Зашла в магазинчик. Смотрите. Чтобы наверняка, знаете, взяла вот такой вот чистотил. Шампунь дегтярный. Кто-то из моих подписчиков, девочек, писали мне. Возьми просто мыло на три. И типа помогает. Ну вот он пахнет даже дегтярным. Такое все. В общем, для собак, для кошек взяла. Пусть будет. Помою вот этим шампунчиком. Посмотрю, как будут блохи дохнуть. А вот еще для котят взяла. Ну, я думаю, можно это и сверху тоже еще сделать. Потому что это чисто поверхности, да, работает. А это прям еще идет, всасывается в кожу для малышек. Видите, от 0,5 до 2 килограмм. Инспектор вот такой вот. Здесь еще и от глистов идет. От всех вообще паразитов. Вот. Я думаю, сделаю. Чтобы не заливать в глотку ребенку вот это вот. Ни фигню невкусную. В общем, иду, иду стирать своего малыша. Ну что, девочки, ну смотрите, какой мальчик лапочка. Ну, по нему видно же, что он породистый. Гладкошерстный. Не пушистый, я так смотрю. Морда приплющенная. Глаза желтые. Он прям весь. Вы заметили, что у меня, что один кот был весь темный. И все, у него темно. А у этого все рыжее. Все рыжее. И глаза, и носики все рыжее. Короче, купаем. Я уже просто профессионал по мытью. Косяк, да? Сейчас мы тебя быстро искупаем. Очень балакастый. Должен быть чистюрка у нас. Потому что у нас двое котов. Точнее, кот и кошка. Ты должен быть соответствующий. Не бойся. Все нормально. Все под контролем. Тише. Тише. Давай, хвостик. Слепо. Не бойся. Я профил уже в этом свисте. Давай. Не бойся. Мой, глокачка, маленький мой. Ой, как воняется. Воняется. Диктариум прям воняет. Смотри, как хорошо мамка моет. Мой, фу. Сейчас я в лодку поубегаю. Я сама готова убежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но на это нужно время, чтобы он оттуда пока ушел... И ее нужно... Его, точнее, изолировать от моих котов... Потому что он может кота там передаваться... Для людей не страшен... А для котов и собак страшен... При тесном контакте... Короче, я не знаю... Вот так на улицу просто я не могу выбросить... Кто заберет его сейчас с клещами... Я не знаю. Я в шоке, короче. Я в шоке. Я в шоке. Мне так обидно, что хочется плакать. Я иногда думаю, зачем я его взяла, зачем я прошла мимо вот так. Но я понимаю, что раз я его уже взяла, я уже не могу сдать назад. Я не могу просто его оставить где-то на улице. Просто не могу. Надо вылечить и найти хорошие руки. Жесть вообще. Вот поэтому я и раньше не подходила к ним сразу, потому что понимала, что я что-то не вывезу. Но вот здесь прям я не знаю, зачем. Может, это, знаете, одного взяла и пошло-поехала. А может быть, все-таки моя чуйка сработала, что вот именно я должна это сделать. Я не знаю, короче. Но я немножко в легком шоке таком. И вот. Смотрите, какой этот зайчик. Смотрите, какой это зайчик. Они вы просто такие янтарные. Янтарные глазки. Ты маленький, ты зайчик. Мы тебя найдем хозяева в хороших. Мы тебе в хорошие руки отдадим. Пузико такое. Вообще, этот цвет я не знаю. Но тут все такое хорошее. Ты так хорошее. Ну, что это такой за пацан? А эти бузи. А эти бузи. Пожалуйста, девочки, я вас очень прошу. Я не могу его себе оставить. Не могу. Это будет перебор уже три. Так что я очень-очень сильно ищу хорошие руки. Я купила все для того, чтобы лечить клеща. Да. Я сказала. Я сказала, что у него все прекрасно. Все нормально. Животик. Все дела. Температура. Все хорошо. Единственное, что у него ушной клещ. Он не опасен, этот клещ, для людей. Он просто передается при тесном контакте с животным. И его надо, вот, котенка изолировать от моих животных, чтобы им не передалось. Иначе будет то же самое. Вот живет он на балконе сейчас. Я ему все обустроила. Еду купила специально для котят. Лоточек поставила. Он уже сходил туда, приучается к лоточку. Да, скажи. Я сразу понял, куда ходить. Он короткошерстный. Он сто процентов, вот даже нам сказали ветеринарки, что это на британца похож. Прям, ну, видно, что породистый. Я не знаю. Я уверена, что он породистый. Ты зайкин. Ты зайкин, мой зайкин. Цвет просто шикарный. Я не знаю, как передает камера. Цвет просто бежевый, знаете, бежевый. Он не рыжий. Если вам кажется рыжим, он не рыжий. Он бежевый. Он как моя милка. Даже еще такой более, ну, так воздушный какой-то такой. Бложки все повыведутся. Она сказала, 12 часов действует. Лекарства я сказала, да, что я все купила. Просто клещ, он, ну, не быстро лечится. Ему где-то месяц надо. Вот мы обработали сейчас все, да, почистили ушки в ветеринарке. И через 5 дней мне снова, через 5 дней, да, мне снова надо будет почистить. Я взяла специальный лосьон. То есть, если кто-то, у кого нет животных, заберет, позаботится, вот, вычухает, да, этого питомца, я уверена, он будет вам вообще просто счастьем вашим. Никогда не пожалейте, что его взяли. Вот. Тимон, да ты сладкий. Если бы я его взяла раньше, чем этого, чем мой холост? Что холост? Если бы я взяла его раньше, чем бантика, я бы его оставила. Вот. Ну, просто реально перебор и вот так вот, ну, перебирать, да. То есть, я взяла его на передержку. Вот. Позвонила приютам, сегодня звонила приютам. Они говорят, а вы знаете, что такое приюты? Приюты это, типа, кто-то держит у себя, да. Вот у нас государственных в Ростове приютов нет. Типа, это кто-то берет к себе, типа, и объявление выставляет, чтобы приютить в хорошие руки. Вот вы то же самое сделаете. Вот. Но я что-то распереживалась, что вот уши, да, и что надо от моих подальше. Ну, вот, как бы на балконе. Сейчас на балконе побудут. Но это тоже не дело. У меня прям сердце кровью обливает. И смотрите, котики-то вот такие лежат вместе, друг на друга смотрят. Лапочки такие, зайчики. Где мой сладкий? Где моя кошечка? Уже скоро подружатся. Скоро будете друг друга облизывать. Я знаю. Где моя девочка? Где мой хороший мальчик? Сладкий мой, сладкий, сладкий, сладкий мой, сладкий, хорошие, хорошие такие. Ой, кстати, девочки, наконец-таки вечер и хорошие новости. Я сейчас укладывала малыша пока спать. Залезла в Инстаграм, и мне девушка пишет, вы еще не отдали котенка? Я говорю, нет, вы хотите себе? Она говорит, да, себе. И живет на моем районе, представляете? Я говорю, завтра подвезу, куда скажете? Ну, объяснила я ситуацию, все про клещей, про там бложки всякие, там все такое. Она говорит, да, я все слышала в Инстаграме, типа, траля-ля. Короче говоря, она в курсе всего, что с котенком происходит, что его надо лечить, и она хочет его взять. Я еще и фоточки накидала, она говорит, прям классный-классный. Но он реально, он прям янтарный котенок, я не знаю, у меня ассоциации солнечный, огненный, глаза янтарные, желтые. То есть не какие-то эти, а вот какие-то оранжево-желтые, янтарные. Ну, блин. И так классно она заваливается играть. Ну, вы видели, короче. Я счастлива, честно. Вот, я ей отдам все, все, лекарства расскажу, распишу все. Вот завтра в 11 часов мы должны с ней встретиться, а у меня в 11 должен быть английский. Я не знаю, надо что-то перенести. Как всегда. Сегодня английский, я забыла про него, перенесла его на завтра. Завтра у меня, значит, вот так вот. О, кошмар. Ну, в общем, такие дела. В общем, я рада. Я этот влог, наверное, закончу, сделаю вам уже его. Вот. И потом уже, когда буду отдавать котенка, завтра встречусь, я постараюсь это подснять. Если девочка не против, то я ее тоже подсниму. Вот. Ну, или расскажу подробности уже в следующем влоге. Так что держим пальчики, чтобы хозяева новые были хорошие, потому что котенок замечательный. Я буду за него очень переживать. Я даже на нее подпишусь в инстаграме, чтобы следить за его жизнью, потому что это мой выходец, можно сказать. Такое вот ощущение. Милка с бантиком дружится. Я тоже рада. Уже все комфортно. Они ходят с одной миски, кушают, в один туалет ходят. Вот, пожалуйста, уже лежат друг на друга, зырят. Все, мои хорошие, спокойной ночи. До следующего влога. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok